Для многих Дагестан известен своими красотами и самобытностью, но мало кто знает, что именно здесь рождаются настоящие таланты. История героев нашего сюжета началась в школе искусств имени Сергея Агабабова города Каспийска, когда юная Людмила Янюкова стала преподавателем урока скрипки и ведущим педагогом школы искусств. После рождения ребенка Людмила отправилась в декрет, а на ее место встал ее муж, один из лучших в своем деле, музыкант с большой буквы Николай Янюков. Я до этого не работал в школе, как-то не думал об этом, но потом втянулся, мне понравилось. Я даже оставил, потом работаю в симфоническом оркестре и стал работать в школе. В 1975 году мы ансамбль скрипачей организовали, который уже 50 лет будет в следующем году. Так что как-то так. Для семьи Янюковых музыка – это в первую очередь духовное наследие, которое они стараются прививать своим детям и ученикам. Музыка – это возможность проявить свои эмоции и найти себя. Мы не ставили цель, чтобы дети продолжали именно музыкальное. Вот дочка, она пошла. Сын, он хотя учился в Гнесинском институте, но потом он решил стать художником по свету. И работает в геликон-опере и очень доволен и счастлив, хотя прекрасный тоже скрипач. Мы ставили цель привить любовь к этому. Начально образование. Начально, понимаете, и не только к своим детям, мы каждому стараемся, а дальше уже их желания. На сегодняшний день семейная династия Янюковых воспитывает лучших музыкантов, которые становятся именитыми звездами по всему миру. По словам Николая Янякова, его ученики продолжают музыкальную деятельность в Японии, Белоруссии, Америке, Италии и многих других странах. Главным успехом для Яняковых стала их дочь Юлия, которая продолжила наследие своих родителей, питала в себя весь их опыт и теперь передает его своим ученикам. Я буду специально заниматься скрипкой. Это я уже знала, наверное, с детства, и мне это хотелось. Для меня пример всегда. Мои родители, честно говоря, по стопам своего папы, так и иду. Я играла в оркестре в симфоническом, в Нарчике, попутешествовала, поучилась пока. И все-таки пришла к тому, что преподавание – это интересно, и быть причастной к успехам детей – это еще интереснее. Несмотря на невероятную любовь к искусству и музыке, семье Янюковых иногда приходится сталкиваться с некоторыми трудностями, которые возникают в работе. Но ни одна из этих проблем не дала усомниться им в правильном выборе своей профессии. Когда они начинают опускать руки, пальчик не так поставили, и все, им кажется, они больше не хотят учиться. И вот тут вот этот перейти момент, когда можно с ними убедить, что у тебя все получится, и убедить, что надо просто позаниматься, надо проявить терпение. И слезы у них бывают на уроках, и вот это вот тоже с ними. Быть другом ученику – вот такие трудности, конечно, и еще дети же бывают разные. У кого-то хорошие данные, у кого-то их надо развивать, эти данные. Ну так, чтобы они верили в себя и получали удовольствие от занятия – это трудности, конечно. Ученики Янюковых по сей день приносят городу новые победы, участвуют в фестивалях, являются лауреатами республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Такая замечательная, дружная музыкальная семья, которые являются настоящими профессионалами своего дела, которые безмерно преданы своей профессии. И благодаря именно семье Янюковых у нас в Дагестане возвращена целая плеяда ярких скрипачей. И выпускники, наши скрипачи, преподают и играют в оркестрах в буквальном смысле по всему миру. Отметим, что Янюковы работают в детской школе искусств имени Сергея Агабабова более 50 лет.